Ну что же, я рад приветствовать вас на пятнадцатом сезоне. Как меня слышно сейчас? Скажите, пожалуйста. Слышно ли меня хорошо или не очень хорошо? Роберт, вопрос к тебе. Сейчас лучше? Хорошо ли меня слышно? Лучше. Ну, прекрасно. Давайте так оставим. Аллилуйя. Кажется, мы справились. Ну, великолепно. У нас сегодня два часа. Как минимум, будет десять уроков. Я сейчас всё расскажу. Куда вы попали. Но сначала я бы хотел с вами познакомиться немного. И, соответственно, мне важна сейчас ваша обратная связь. Во-первых, я приветствую всех, кто будет смотреть в копии. Здравствуйте. Спасибо, что смотрите. Прежде всего, я хочу обратиться к тем, кто смотрит в копии. Это очень важно. Прямо сейчас это понять. Записать в свои рабочие тетради. Я надеюсь, что у вас есть рабочие тетради. У нас есть вот такие рабочие тетради. Но, думаю, что вы когда-нибудь их получите по почте. Соответственно, для тех, кто смотрит в копии. Очень важная информация сразу. Если вы принципиально смотрите сезон только в копии. Вот у нас сроки будут идти понедельник и четверг. Вы получать будете сезон во вторник. И в пятницу. Пожалуйста, не компонуйте просмотр занятий вместе. То есть, если вы смотрите сезон, в копии смотрите его также через три дня, как минимум. Урок, три дня отработки. Урок, три дня отработки. Урок, три дня отработки. И закладывайте время, что копии доступны у нас с вами еще месяц после десятого урока. Если вы будете смотреть сезон, как это делаем мы с сериалами, где мы можем смотреть две, три, четыре серии подряд, чтобы наконец-то посмотреть, что же будет в конце, с обучающим курсом по эмоциональному интеллекту так делать не нужно. Все это поняли, плюсик сейчас ставим. Кто будет особенно повторять это, кто сейчас онлайн, и кто потом будет в копии смотреть. И обязательно вот те ребята, кто принципиально смотрят в копии. Это не моя прихоть, это очень важно. Потому что очень часто вы компонуете уроки, и это фатальная ошибка. Вот прям фатальная. Потому что изменения мышления требуют времени и практики. У нас и так с вами всего лишь навсего пять рабочих, как минимум недель под моим руководством. Для того, чтобы эти пять недель каждый день применять те методики, о которых я буду вам рассказывать. Если вы не будете отрабатывать между уроками в паузе три дня эту методику, считайте, вы зря потратили деньги. Вот я вам сразу говорю. Это то же самое, что купить абонемент в спортклуб и не ходить. Это то же самое, что заплатить деньги там нутрициологу или диетологу за консультацию и продолжать жрать, как вы привыкли. Это то же самое, что купить уроки вождения автомобиля и не ходить. Или пройти один раз и потом три недели не ходить. Это то же самое, что купить дорогой курс по английскому языку и ходить раз в месяц. Поэтому если вы сейчас сразу отнесётесь к этому вот так халатно, как вы часто привыкли и безответственно, то я боюсь, что вы зря потеряли деньги и вы зря потеряли время. Поняли? И я вас сразу, прям буквально всех призываю это понять. Ещё раз. Урок три дня паузы. Давайте сейчас все напишем в чате это. Эту мантру. А те, кто смотрит в копии, напишите себе на первом листе. Урок три дня отработка. Урок три дня отработка. Это очень важно. Нельзя смотреть два урока, потом день, потом опять два урока, чтобы только побыстрее посмотреть десять занятий. Урок три дня отработка. Совершенно верно. Если вы этого не поймёте, считайте всё остальное просто, ну как бы, молодцы. Оно просто будет неэффективно. Потому что нейрофизиология требует времени и повторения. Времени и повторения. Времени и повторения. Это первое. Пишем. Второе. Когда закончится сезон? Он у нас закончится примерно 5-6 сентября. Ну, ровно через пять недель, ровно через десять занятий. После сезона, напишем, молодцы, спасибо. После сезона, пишем сразу, ещё как минимум 3-4 недели, ежедневно вы отрабатываете то, со своим мышлением, о чём мы будем говорить все эти 10 уроков. Это тоже очень важно, потому что эти навыки, но вы за пять недель их уже полюбите, и вам не будет так тяжело. Тяжело будет первые там, я не знаю, первые, наверное, неделю будет тяжело, потом будет гораздо проще. Сейчас объясню почему, когда мы к сопротивлению перейдём. Вот я буду говорить сейчас про сопротивление, и это очень важно. Все это поняли? То есть, если вы это поймёте, считайте, что вы уже сделали большой шаг к успеху работы не только над невротическими расстройствами, но и работы над, со своими эмоциями в целом. Итак, у нас есть два очень важных фундаментальных правила. Первое. Урок 3 дня отработка. Урок 3 дня отработка. Это сейчас не про панические атаки. И второе правило. После сезона ещё 3-4 недели повторяем ежедневно, как минимум 2-3 раза в день, те навыки когнитивно-аналитические, о которых я буду говорить. Если вы этих двух принципов придерживаться не будете, пеняйте на себя. Все это поняли? Значит, чем займёмся мы с вами и вообще, куда вы попали? Вы попали на 15-й сезон, который видоизменён. Теперь на сезоне... Спасибо. Теперь на сезоне не будет некоторых вещей, которые были раньше. Но прежде чем мы начнём наши уроки, я продолжу знакомить вас с техническими особенностями. Значит, первое. У нас с вами занятия будут идти понедельник и четверг в 8 часов. Вы будете получать копию на следующий день. Затем, очень важно, у вас есть чат. Это фатальная такая штука. Вот это вот УГУ. Да, это фатальная штука для всех спикеров, которые проводят вебинары. Вы не представляете, как чат отвлекает. Вы не представляете, как вы сами мешаете большому количеству людей. Вы не представляете, как вы мешаете спикерам, не только мне, задавая в чате вопросы не по теме или не тогда, когда это нужно. Вы уводите мысль спикера в сторону. Вы отвлекаете наблюдающих за вебинаром. И внимание и концентрация рассеивается. И человек может не уловить важные вещи. А я могу не сказать то, что хотел сказать. Поэтому, еще одно очень важное правило. Мы не пишем в чате вопросы, когда я не прошу их писать. То есть, когда мы пройдем какую-то тему, я скажу, пожалуйста, ваши вопросы. И вы в чате напишите ваши вопросы. Если я не прошу задавать вопросы, если вас подмывает, намажьте пальцы горчицей, уберите клавиатуру, я не знаю, ударите себе по голове чем-нибудь пыльным. Но не делайте этого. Потому что два-три раза вы меня проигнорируете, я проигнорирую вас и выгоню вас с урока. Будет продолжаться все то же самое, выгоню вас с сезона вообще. Каждый сезон, к сожалению, один человек покидает, как правило, по статистике 15 сезонов, как правило, покидает пространство ввиду своей немножко неадекватности. Прошу не отвлекать, человек не слышит. Прошу не отвлекать, человек не слышит. Прошу не отвлекать, человек не слышит. Ну и четвертый раз я уже не повторяю, просто я дисквалифицирую человека, и человек обижается и так далее. Чтобы у нас с вами не было таких разочарований друг в друге, Пожалуйста, будьте ответственны. Восклицательный знак ставим, кто понял меня. Потому что информации будет очень много, и она очень сложная. Потому что вы не привыкли делать то, что вы будете делать с сегодняшнего дня. Для большинства людей, спасибо, для большинства людей это непривычно заниматься вообще своим внутренним миром. Это непривычно. Вы привыкли всю жизнь жить как бы снаружи. Вы привыкли видеть мир, ну как сказать, вот как бы внешне, внешнее проявление мира. Но многие из вас, 99%, кто не практикует там длительное время йогу, медитацию и какие-то там медитативные техники, они не привыкли контактировать со своим внутренним миром. Тут наверняка есть люди, которые практикуют йогу, mindfulness, медитацию. И они немного хотя бы умеют находиться внутри. И у них будет проще. Но большинство людей, вот в средней статистике, а я вижу у нас огромное количество стран здесь присутствует, видите сколько флажков, может он пересчитать страны. Я вижу Израиль, Украину, Германию, что это Польша, я не знаю, что это за флаг такой, Финляндия, наверное. Беларусь, США, Финляндия как раз, Великобритания, что это Италия, Италия, Турция и там ещё наверняка Эстония, ещё очень много стран, которые сегодня с нами. И не все люди привыкли наблюдать за собой. Поэтому, пожалуйста, не отвлекайте в чате, хорошо? Хорошо, Мексика, клёво. Стену там строят, говорят у вас. Значит, дальше. В чате пишем только тогда, когда я попросил. Пожалуйста, хорошо? Супер. Значит, из по большому счёту правил, наверное, я всё сказал. Всё, спасибо. Сейчас мы перейдём к первому нашему уроку. Но сначала я бы хотел с вами познакомиться. Со стран мы уже потихонечку начали. У меня к вам вопрос. Напишите мне сейчас, пожалуйста, в чат, сколько месяцев вы со мной знакомы. Вот это понятно, угу, ага, тоже писать не нужно, вы отвлекаетесь. Напишите, пожалуйста, в чате, коротко, сколько месяцев вы со мной знакомы. Знакомы имеется в виду, сколько вы смотрите мои ролики, сколько вы смотрите мои видео и сколько вы вообще со мной знакомы. Четыре дня, два месяца, год, примерно три месяца, месяц три, около года, три месяца, три месяца. 4 месяца 24, полгода, полгода, 5 месяцев, 2 месяца, 5 месяцев, 3 года, полтора, 2 года, 5 месяцев, полтора месяца. То есть я смотрю, меньше месяца никто со мной не знаком. Это печально. Хорошо, спасибо. Теперь напишите плюсик, кто вообще первый раз на сезоне. Вообще первый раз на сезоне. Он не был. 4 дня, вот Зухра знакома, спасибо вам большое. Пару дней, Карина, спасибо. Кто вообще первый раз на сезоне? Вот несмотря на то, что вы знакомы со мной достаточно давно, по видео Ютубу, по Инстаграм, по каким-то социальным сетям. То есть первый раз достаточно много. 5 лет, Илья. Понятно. Посмотрите, сколько много людей пришли первый раз на сезон. А можно вам задать такой вопрос? А что мешало прийти раньше? Если вы так давно со мной знакомы, что мешало прийти раньше на сезон? Кто после базового, пишите после базового. Не знала отсутствие денег. Первый раз на московском семинаре. Лень. После базового, после базового, после базового. 4 месяца финансовые трудности. Знакома с этим. После базового, после базового. Хорошо. Финансы, после базового, деньги. Думала, сама, сама пройдёт. Угу. После базового. Спасибо большое. Супер. Ну, давайте тогда начнём. Спасибо большое. Что? Больше доверия, не знаю, консультации. Угу. 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 Всё, ребят, спасибо большое. Я выключу чат, чтобы не сбиваться. Значит, что такое базовый курс для тех, кто не в теме? Если у вас есть панические атаки и вегетососудистые симптомы яркие, вы не можете ходить самостоятельно, вы... Роберт, подготовь ссылку на базовый курс, пожалуйста. Если вы всё ещё испытываете симптомы или только-только меня нашли и решили как бы и на сезон, и на базовый курс пойти, если вы решили так совместить... Роберт, у меня к тебе просьба, сбрось, пожалуйста, в чат сейчас ссылку на базовый курс. Значит, здесь на сезоне не будем говорить о панических атаках, ВСД, камах в горле, экстрасистолах, кишечнике. Мы здесь не будем разбирать симптоматику вообще. Как я и обещал своим зрителям, спасибо, мы не будем разбирать симптоматику и говорить о физиологии вегетативной нервной системы. Мы здесь не будем говорить про адреналин панической атаки. Я это очень подробно объяснил всё вот здесь на базовом курсе. Там шесть уроков, которые вы можете смотреть днём, ночью, вечером. Они уже записаны и выложены в гет-курс. Соответственно, если у вас есть недоработка по паническим атакам, недоработка по агорофобии, недоработка по обсессивным компульсивным мыслям, если у вас есть всё ещё тревога за собственное здоровье и верование в неё, в опасность, я вам искренне рекомендую сначала или параллельно смотреть базовый курс. Значит, если вы новичок и вы пошли по сложному параллельному пути, как вы делаете? Смотрите. Базовый курс урок прошли, два дня отработали. Базовый курс второй урок прошли, два дня отработали. Сезон один урок прошли, три дня паузы. Второе. Опять четвёртый урок базового курса прошли, два дня отработали. Четвёртый урок базового курса прошли, два дня отработали. Второй урок сезона. Можно так попробовать. Если получается через день, ну давайте через день. Но тогда вам придётся очень напрячься, потому что сначала вы должны будете усваивать информацию по базовому курсу и уже только потом смотреть сезон. То есть тогда лучше, знаете, как лучше сделать? Сначала половина хотя бы базового курса отработали, занятия два дня, занятия два дня, занятия два дня и там всего лишь шесть занятий. И тогда потом приступайте к сезону, на котором вы находитесь. То есть, если вы находитесь на сезоне, но у вас есть сомнения, что у вас всё хорошо и вы не избегаете панических атак, всё равно посмотрите базовый курс для того, чтобы он вам... Ну просто его просмотрите хотя бы. То есть если вы более-менее уже не паникуете, более-менее у вас уже всё неплохо, но всё ещё есть какие-то избегающие поведения, есть какие-то фобические конструкции, есть какие-то высокий уровень тревожности перед какими-то событиями, параллельно всё-таки смотрите хотя бы как такой общеобразовательный материал, базовый курс. Значит, сезон не будет отвечать на вопросы про панические атаки, про симптомы вообще. Всем это, надеюсь, понятно. Итак, программа сезона. Добро пожаловать. Про ответственность сказал. Значит, про ответственность все поняли, да? Ещё раз повторюсь, что сезон – это не кинотеатр с попкорном. Вы пришли на занятия, выписали для себя какие-то важные вещи, отработали три дня. Пришли на второй урок, выписали для себя какие-то вещи, три дня отработали. Если такого не будет происходить, ваш головной мозг ничего не получит. Просто вот это вот слушать и говорить о том, что я лечусь – это смешно и наивно. Русские люди, конечно, любят попроще, но я вам честно могу сказать, максимальная корреляция результатов – это ваше внутреннее вовлечение и результат. Чем больше будет вашего внутреннего вовлечения в процесс, тем быстрее результат. Если вы новичок с паническими атаками, вспомните, как вы с ними «боролись» в кавычках. Когда вы избегали панических атак, когда вы избегали вегетатики, вы долго с этим боролись. Как только вы устали от этой проблемы, как только вы взяли себя в руки и сказали, так, всё, каждый день вперёд, навстречу этому процессу, пропускаю через себя, юморю, смеюсь, усиливаю, выписываю ежедневно какие-то места, делаю каждый день шаг дальше, шаг над собой, то, в принципе, 2-3 недели вот таких системных челленджей над собой, и по большому счёту уже лёд тронулся. Поэтому точно так же у нас будет с эмоциональным интеллектом. Чем больше вы будете тренироваться, тем быстрее. Вот я занимался шахматами, да, и вот в шахматах он непосредственно, эта игра связана с головным мозгом, с его памятью, с его функциями некоторыми. И я вам так могу сказать, если я сейчас сяду за доску, я ни хрена не вспомню. Я не вспомню, наверное, ни одного дебюта. Я не вспомню, наверное, ни одной комбинации, которую я раньше хорошо помнил с закрытыми глазами, потому что я не отрабатывал эти навыки уже давным-давно. Но стоит мне недельку посидеть с дебютами, недельку посидеть с этюдами и повешать задачи, я очень быстро это вспомню. Отсюда вывод. Вам очень важно начать работать над эмоциональным интеллектом и довести себя до какой-то формы. Все это поняли? То есть вы должны за пять недель плюс один месяц сделать какую-то форму по эмоциональному интеллекту, чтобы вы сказали, блядь, ну в принципе неплохо, я доволен. И если вы эту форму сделаете, вы к ней потом всегда сможете вернуться, даже если вы уже не будете, скажем так, практиковать эмоциональный интеллект принудительно. Почувствуете, что вас куда-то понесло, что-то вам не нравится. Раз, вернулись к упражнениям, вернулись к этим моментам, но это будет уже точечно, непосредственно в какой-то ситуации. То есть это не нужно будет ежедневно теперь всю жизнь ходить, значит, писать какие-то писульки, да? Нет. Поняли все? Форму набрали? Довольны? А дальше уже по ситуации. Попали в какую-то ситуацию, чувствуете, что что-то как-то вам не нравится, применили, справились, пошли дальше. То есть это не нужно потом пожизненно, ежедневных тренировок и так далее. Но кто хочет, пожалуйста, да, это такая практика осознанности, но я вам так могу сказать, жизнь достаточно короткая штука, и тратить ее на психотерапию, ну немножко жалко. И я считаю, что вы должны набрать какую-то форму по эмоциональному управлению, а дальше уже жить своей жизнью и применять это по необходимости, чтобы не влететь в расстройства невротические, и в целом жизнь была хорошей. Значит, с ответственностью разобрались. Значит, какой у нас будет план сезона? На этом сезоне мы будем очень много говорить о критическом мышлении. На этом сезоне мы будем очень много говорить о тех жизненных реальных обстоятельствах, которые приводят людей к разным невротическим расстройствам. На этом сезоне есть две категории людей. Одна категория – это ребята с базового курса, у которых есть невротическое тревожное расстройство. И есть люди, которые просто пришли учиться. Сегодня мы начнём введение в эмоциональный интеллект. И я начну сегодняшний урок и урок в четверг с неврозов. Я его начну с неврозов, потому что подавляющее большинство людей здесь находятся по этому самому вопросу. Понимаете, да? Вот. Соответственно, начнём мы с неврозов. И первая тема, с которой мы сегодня рассмотрим, это как связаны невротические расстройства и эмоции вообще. Причём здесь эмоции, причём здесь характер. И мы дальше будем говорить о трёх видах невротических расстройств. Какие вообще бывают невротические расстройства? Как вообще это связано с эмоциональным интеллектом? Эмоции, поведение? И вот сегодня мы постараемся всё это с вами успеть. Но сначала я хочу вам дать очень важную такую штуку. Пишем. Сопротивление, с которыми я столкнусь. Сопротивление, с которыми я столкнусь. Сопротивление в психотерапии, в психоанализе принято называть такой психологический поведенческий феномен пациента или клиента, который возникает при определённых попаданиях в больные или сложные фрустрационные зоны психики. Сопротивление – это такое поведение, когда человек начинает пропускать занятия, забивать, откладывать, всячески обесценивать, забывать что-то, спорить. В общем, всячески брыкается и так далее для того, чтобы прекратить психологические интервенции в ту болезненную зону психики, которая поднимается на терапию. Так вот, я для себя, в принципе, выписал четыре сопротивления при работе над эмоциональным интеллектом. Пишем. Сопротивление, с которыми я столкнусь. Первый вид сопротивления, который можно изучать в эмоциональном интеллекте, это сопротивление под названием «слишком просто». Сопротивление под названием «слишком просто». Что я здесь обычно имею в виду? Когда мы будем заниматься эмоциональным интеллектом и когнитивно-поведенческой терапией, интегрированной в этот метод, многим из вас покажется, что это слишком просто, чтобы быть правдой. Ну, слишком просто вот эти вот оспаривать, слишком просто вот здесь приводить логические аргументации, слишком просто взвешивать. И настолько это просто, что вы можете не поверить, что это вообще важно. Есть такие люди, которые говорят «я не стал делать, потому что это слишком просто, как это мне поможет?» Как мне поможет перестать быть таким вспыльчивым или такой тревожный, если мне всего лишь навсего 2-3 раза в день надо заниматься вот такими практическими упражнениями. И вот это слишком просто, оно не даёт огромному количеству людей вообще посещать мои занятия. Вы наверняка видите в социальных сетях подобных людей, они начинают обесценивать всевозможные научно обоснованные концепции со словами «это всё фигня, всё на самом деле сложнее». Парадокс заключается в том, чтобы справиться, например, опять же с теми же паническими атаками, не нужно иметь три высших образования. Достаточно понять, что такое вегетативное напряжение, помните эти узлы? Понять, что это безопасно потому что? Понять, что паника – это не симптом, а это ваш собственный испуг, который начинается просто с напряжения, а потом возникает развилка. Испугаюсь я или не испугаюсь? Соответственно, если испугаюсь, то как? И чего? То есть, здесь всё на самом деле просто. И в эмоциональном интеллекте тоже просто. И возникает такое сопротивление под названием «что-то уж как-то слишком просто». Это первое. Второй вид сопротивления в эмоциональном интеллекте, который мы изучаем, это очень такой важный момент. И я хочу, чтобы вы здесь сейчас подчеркнули это красным. Это то, что то, чем вы будете заниматься, это очень непривычно для человеческой психики в принципе. То есть, наблюдение за своими мыслями и наблюдение за своим внутренним миром, фактически контакт с самим собой, и это, не хочется ругаться сегодня, это пипец как непривычно. То есть, в средний российский русскоговорящий человек, ну вообще в средний человек в мире, ну за исключением, наверное, американцев, потому что они привыкли, у них эта практика уже много десятилетий, как бы с хайдскул, с колледжей, там это больше уже развито, поэтому для них это более привычно. В среднем для русского, российского такого человека из СНГ, из Украины, из Киргизии, из Белоруссии, из стран бывшего Советского Союза, скажем так, для них это непривычно. То есть, обращаться внутрь себя мы не умеем. Мы привыкли обращаться вот к Пете, к маме, к папе, к Богу, к обстоятельствам, к начальнику, к ребёнку, к родителям, но к внутри себя мы не привыкли. Поэтому второй вид сопротивления – это непривычно для человека наблюдать за собой. И вы с этим столкнётесь, с этим небольшим дискомфортом, потому что это непривычно. Третий вид сопротивления, с которым вы столкнётесь, это в эмоциональном интеллекте я выделяю следующее. Я наконец-то стал писать то, что я хочу очень жёстко вам сказать, поэтому я буду обращаться к своим записям. Это я поясню почему. Потому что я очень много практикую частной практики непосредственно с людьми очно, и в скайпах, и большинство часов моей работы – это частная практика на протяжении 10 лет. Если вы видели, каждый сезон он новый, и с каждым годом я новый. Согласны? Почему я с каждым годом новый? Почему у меня нет одного и того же, одной и той же программы? У меня даже ролики постоянно разные, и они, если их посмотреть год от года, они меняются. Потому что, ведя такое количество частной практики с клиентами по скайпу и очно, я всё глубже и глубже и лучше и лучше понимаю, как заходить в головы людям, для того, чтобы они поняли суть проблемы. Мои коллеги, которые не ведут такого объёма частной консультирований, обречены повторяться по кругу. И быть очень ограниченными, и, собственно говоря, в этом их главная беда. Поэтому, чтобы, такие вот близ коллег много я знаю, чтобы из года в год становиться лучше, даже в области неврозологии, первое правило – вести большое количество частной практики. Если вы будете уповать только на вебинары, которые вы будете вести там каждый месяц по каким-то темам, вы будете деградировать. Вы будете лучше говорить по теме, но глубины не будет. Глубина будет только тогда, когда вы ведёте большое количество частной практики. Потому что в каждый сезон я приношу очень много информации из-за своего личного кабинета. Надеюсь, вы меня понимаете. Значит, как приятно, когда вы не пишете в чате, не отвлекаете. Это безумно приятно. Я вам очень благодарен за это. Вернёмся к нашим сопротивлениям. Третий вид сопротивления и очень интересный феномен в эмоциональном интеллекте – это когда вы начнёте наблюдать за самим собой, в хорошем смысле этого слова, когда вы начнёте практиковать вот эту внутреннюю осознанность и управление своими эмоциями, вы столкнётесь со скелетами, от которых вам захочется убежать. Вот это очень интересный феномен. Об этом ещё Фройд писал. Потому что чем больше вы будете контактировать внутри самого себя, тем глубже вы будете понимать самого себя. Причинно-следственные связи своих эмоций, своих поступков, своих состояний, своих поведений. И тем больше шкафов вы будете открывать. И вы там увидите зависть, гнев, обиду, двуличность. Вы там увидите алчность. Вы там увидите сексуальную полигамность. Вы там увидите много-много. Но я сейчас не говорю, что вы там все это увидите. Не надо пугаться, что я увижу сексуальную полигамность, какой кошмар, не хочу, чур меня, чур. Нет. Каждый увидит что-то своё. И здесь очень важно быть готовым к этим вещам. Потому что если вы внутри себя поймёте какие-то правды в этих шкафах, это не плохо. Это вы. Это вы такой, какой вы есть. Если вы найдёте себя геем. Мужики, сейчас не надо убегать с вебинара. Это не значит, что я открою вас всех геев. Нет. Не надо бояться. Если вы просто начнёте понимать себя лучше, это и будет та самая задача эмоционального интеллекта, которая одна и стоит. Потому что подавляя всё вот это, всех этих скелетов, убегая в некую декомпенсаторное поведение, вы никогда не станете счастливым. Вы никогда не станете здоровым. Вы никогда не станете... Вот вы никогда по кайфу жизнь не проживёте. Вы её в лучшем случае проживёте как надо. Как правильно. И всё равно придёте к депрессии в долгосрочную. Чтобы кайфовать в этом отрезке под названием жизнь, чтобы кайфовать, нужно посмотреть правде в глаза и понимать, как вы функционируете. Who am? Кто я? Как я? Что я? Куда я? И для чего я? Поэтому третий вид сопротивления – это то, что вы можете столкнуться с определёнными вещами, о которых вам не очень приятно контактировать с самим собой. И четвёртый вид сопротивления, с которым вы 100% столкнётесь – это стандартный защитный, стандартный механизм – это лень. Лень ежедневно выполнять определённые упражнения. И как бы это ни звучало смешным, пишут вот такие письма «Алексей, я страдаю столько-то лет, даёшь бесплатную информацию – люди не делают». Причём, знаешь, что самое интересное, чем больше бесплатного даёшь, тем больше не делают. Но если быть откровенным, мы за деньги не делают. Мы посмотрели статистику, например, 14-го, 13-го, 12-го сезона, и я, конечно, за некоторых ребят расстроился, потому что смотрели сезон вот этими вот урывками, да. Кто-то заплатил денег, я потом смотрю, что этот человек, человек писал, «Мне так надо, мне так надо, мне так нужно, пожалуйста». Посмотрел человек несколько уроков и утух. Потом что-то опять посмотрел, и видно было, что человек смотрит с телефона, и человек смотрит, как бы, вот, видимо, там, параллельно мастурбируя в душе, там, я не знаю, в кафе сидя и так далее. И, конечно, вот подобный подход, он не вызывает у меня оптимизма к жизни этих ребят. Поэтому четвёртый вид сопротивления – это отсутствие системного желания идти по схеме и по программе. Так что если вы, как говорится, предупреждён, вооружён, да, справитесь со всеми этими четырьмя видами сопротивления, я их повторю. Первое – это слишком просто, и вам покажется, что это не работает. Второе – это непривычно для человека наблюдать за собой, и это в целом вызывает первые, там, неделю-две какое-то странное ощущение. Не я, особенно если вы никогда не занимались ни йогой, ни медитацией, ни разговором с самим собой, но только если в сортире, да. И третье – это некомфорт видеть некоторые собственные особенности характера. И четвёртое – это банальная лень. Если вы с этими четырьмя видами сопротивления сразу познакомитесь и справитесь, ну, считайте, что у вас уже хорошие шансы. Понятно? Вопросы по вот этому, по этим видам сопротивления, и, может быть, вы ещё свои добавите, и мы начнём наше введение. Пожалуйста. Будут ли вопросы по сопротивлению? По каким-то подводным камням? Может быть, кто-то испугался чего-нибудь? Чат открыт. Да. Не будет вопросов. Пишет, что ссылка заблокирована. Роберт, разберись, что там у нас заблокирована, ссылка заблокирована. Как объяснить себе, когда нахожу в себе скелеты? Хороший вопрос. Роберт, обнови, пожалуйста, ссылку. Смотрите. Когда вы столкнетесь, практикуя определённые вещи, с какими-то своими внутренними правдами, какими-то своими особенностями, очень важно не бежать не бежать от этого и не осуждать оценочным суждением, что это плохо, нечеловечно, неправильно, ненормально, должно быть по-другому, я не должна быть такой, это там так-то и сяк-то. И это не говорит о том, что вы столкнетесь все со своими какими-то страшными страшилками, найдёте в себе там маньяков, убийц, гомосексуалистов, каких-то там проституток, в общем, нет. Это просто вопрос, например, вы можете понять, что я сейчас завидую. Я завидую. Или на самом деле я вот это делаю потому что, да. Или я, например, там делаю там это потому что. Вот. Поэтому с ленью мы будем отдельно работать, чуть позже я отвечу на этот вопрос. Поэтому не нужно бояться. Никаких там страшных каких-то секретов вы не найдёте. значит, угрожающих вашей психике, скажем так. Понятно? Супер. Ну что же, поехали. Ребят, если ссылка заблокирована, то не надо сейчас, Роберт, что там у нас со ссылками, почему она заблокирована и в чём там проблема. Значит, кому нужна будет ссылка для базового курса, а вот сейчас, подождите, это была моя, кажется, проблема. Роберт, продублируй, пожалуйста, ссылку первую. И это была моя проблема, потому что здесь стоял запрет. Это я не доглядел. Просто, Роберт, повтори ребятам ссылку, чтобы они её сейчас скопировали. Кому нужна базовая информация по паническим атакам, ВСД и симптоматике, чтобы они параллельно могли спокойно работать с нами, пожалуйста, повторите ссылку. Вот. Она должна работать. Соответственно, ознакомьтесь, скопируйте куда-нибудь и так далее. Окей. Всё. Я останавливаю чат. Как раз внизу ссылка. Ребят, мы про лень будем говорить отдельно, потому что, как таковой, лени нету. Лень – это тоже такой определенный защитный механизм перед определенными опасностями, сложностями и перед определенными вещами, с которыми вы не очень готовы сталкиваться на самом деле. То есть, лень – это и про правду, и про защитные психологические механизмы. Поэтому про лень мы будем говорить отдельно. Хорошо? Окей. Поехали. Пишем. Тема первая. Как связан невроз и наши эмоции? Как связан невроз и наши эмоции? Те, кто из невротической проблематики здесь находится, вам будет это очень полезно понять сегодня. Те, кто сюда пришёл для общего образования, вам это будет полезно для того, чтобы не заболеть невротическими расстройствами. Окей? Окей. Значит, смотрите. Все мы в детстве имеем определенные, скажем так, особенности нашей семьи. Каждый из нас имеет папу, маму или не имеет, или имеет холодного, тёплого, алкоголизированного, мягкого, немягкого, жёсткого, нежёсткого, умершего, не умершего, ушедшего, не ушедшего и так далее. Кого-то отдавали бабушки, очень много людей в 90-х отдавали бабушкам, потому что родители работали много, да? Каких-то людей, каких-то детей отдавали там надолго к бабушкам, каким-то меньше. Кто-то жил не в полной семье, у кого-то папа уходил, у кого-то мама уходила. В общем, кто-то пил. Поняли, да? У всех у нас примерно разные семьи. И у каждого из нас была своя детская интерпретация поведения родителей. Вот эта детская интерпретация поведения родителей, мы потом будем об этом очень подробно говорить, про это детство, но сейчас такое введение, что ли, да? Ознакомительное. Простым языком. Вот эта детская интерпретация родительских поведений создает у нас с вами определенную структуру восприятия мира, скажем так. И потом создает определенное защитное поведение, или мы еще это называем декомпенсаторное поведение, которое призвано помогать нам декомпенсировать то, что для нас так важно в жизни. Ну, например, если у ребенка не хватило внимания, любви и заботы, он формирует определенную декомпенсаторное поведение для того, чтобы понимание, любовь и заботу в жизни получить. Если у ребенка не хватило, или у него есть какая-то проблема с интеллектуальными моментами с точки зрения похвалы и так далее, у него формируется другая декомпенсаторика, доказать, что он не тупой, не тупая, на что-то способный и так далее. Мы об этом будем очень подробно говорить попозже, но чтобы в первом приближении вы понимали, как это выглядит. То есть, есть детство, какое-то особенное, специфическое обстоятельство в детстве, формируется декомпенсаторика, которая потом в жизни идет. Вот, в принципе, вот так выглядим мы все. Абсолютно все. Я, ты, твоя сестра, муж, брат, мама, папа. Все мы имеем такую декомпенсаторику. И все наши выборы, выборы мужчин, женщин, мужа, жены, каких-то предпочтений, смысла в жизни, целей, продиктованы вот этой декомпенсаторикой, которая на самом деле не является нами. То есть, если мы не будем работать над собой, то, по большому счету, мы становимся такими, знаете, автопилотами, что ли. То есть, сформировалась определенная травматическая среда внутри детства, закрылась декомпенсаторными стратегиями, закрылась определенными выученными формами поведения, и мы считаем, что мы такие. Но как бы с одной стороны да, но с другой стороны нет. Потому что вот это, то, как мы себя ведем, и то, как мы реагируем, те ценности, которые мы исповедуем, те смыслы и убеждения, которые мы отстаиваем, они, как правило, являются декомпенсаторикой, если мы над этим принудительно не работали и не отщепляли декомпенсаторное поведение невротического состояния от выбора личности. И это вот к этим скелетам как раз, да? Вот девушка спрашивала. Вот эти скелеты – это я. А все остальное – это медекомпенсаторика. Это не я. Это чтобы быть хорошим, правильно, нормальным, естественным, и так далее. Поэтому, как это связано с неврозами? Очень просто. Миллиарды людей имеют подобные структуры, но, слава богу, у нас не миллиарды болеют невротическими расстройствами. Да, пока еще. И вопрос заключается только в одном. Как быстро или если произойдут обстоятельства среды у этого человека, у которого перестанут работать его защитные декомпенсаторные механизмы? И вот здесь возникает ответ, почему называется невроза мегаполиса или почему в современном мире такая волна невротических расстройств и расцвет антидепрессантов. Потому что обстоятельства современной цивилизации – интернет, глобализация, скорость, смена парадигмы брака, смена парадигмы благодаря Инстаграму, месседжеры, социальные сети – мир настолько быстро свернулся во времени и мир настолько быстро шагнул эволюционно, технологично вперед, что наши старые декомпенсаторные стратегии поведения, они остались прежними, поскольку мы их не изучали, а они были выстроены под систему, в которой, в принципе, более-менее укладывался Советский Союз. Понимаете, да? То есть в Советском Союзе выстроена декомпенсаторная стратегия, она была понятна. И, в принципе, до какого-то времени на планете, даже уже после 90-х, когда Советский Союз распался, всё равно было более-менее понятно. Сейчас мир настолько быстро меняется, что современный неврутик – это человек, у которого декомпенсаторные стратегии, они безумно гибкие. Это как будто ты рождаешься каждый год заново. Вот это вот мои такие серьёзные, глубокие ученики, они вот так это описывают. Как будто ты каждый, сука, 1 января, как будто заново родился. И у тебя новые механизмы, новые механизмы. Потому что приходится постоянно рожать себя заново. В 18-м году, 1 января, у меня были одни механизмы в течение года, а 1 января 2019-го уже, знаете ли, другие. Потому что мир и обстоятельства стремительно настолько меняются, что нам приходится рожать постоянно новые декомпенсации, отвечающие современным стандартам. Это можно сравнить с прошивкой гаджетов. Вы видите, да, что каждый раз, там, каждый, я не знаю, там, 3, 5, 6 месяцев выходит какое-то обновление. Почему? Потому что современные требования, современные реалии, они постоянно требуют какого-то доработки какой-то в системе уязвимости, доработки в системе гибкости и адаптативности. Вот если вы не будете каждые полгода, год, менять свою прошивку и делать её более адаптивной, вы попали. Потому что дальше вопрос будет заключаться в том, сойдутся ли в вашей жизни обстоятельства, которые встанут клином на пути к реализации наших с вами невротических задач. Берём ручки и рисуем. Или маркеры. Невротическое расстройство. Невротическое расстройство. Представить можно следующим образом. В принципе, я недавно в институте рисовал про нарциссическое личностное расстройство. И я на эту схему показывал на примере нарциссического расстройства личности. Но я сейчас просто её адаптирую под обычный невроз, не наделяя чем-то конкретным. Вот у нас есть, например, основная задача психики. Например, в нарциссическом расстройстве это восхищение. Ну я сейчас просто вам на примере нарциссов покажу, как это выглядит. Восхищение. Восхищение от себя. Восхищение сам собой. И восхищение от людей. Вот нарциссическое расстройство, оно выглядит вот так. Главная цель этого мальчика это получать восхищение перед самим собой или в глазах окружающих людей. Это его сверхценная невротическая идея. На этом месте у нас с вами у каждого есть какие-то свои штуки. И мы их будем изучать детально. Сегодня только в видении. Надеюсь, вы понимаете, да? У каждого из нас здесь какая-то своя история. У кого-то любовь, забота, справедливость, семья. А какая-то картинка будущего, картинка семьи. В общем, вы всё узнаете. Давайте возьмём на примере нарциссов. Просто вот буквально недавно я об этом рассказывал. И вот, смотрите. Следующий вопрос, который задаёт психика, условно говоря. Как это получить? Это и есть те самые декомпинсаторные стратегии. Как это получить? И вот ребёнок на самом деле уже с детства выучил, как он это получает. Например, есть стратегия под названием заплакать, заболеть, попросить, закричать, пожаловаться, много работать, доказывать, умничать. Миллионы стратегий. Мы их все будем проходить. Потому что вы должны будете познакомиться с самим собой. Интересно? Вы на очень глубоком курсе про человека. Это фактически герудотерапия. Это курс о человеческой психике. Глубоко. Это и есть эмоциональный интеллект. Всё это только видение. Поэтому наберитесь терпения и будет интересно. Спасибо. Так вот, у каждого из нас есть какая-то вот эта вот главная история. Болезненная история. Сразу хочу вам подсказать, что когда мы наступаем на болезненные части психики, люди реагируют по-детски. Вот кому интересна такая история, человек начинает вести себя по-детски сразу. То есть стоит нарцисса или любого другого невротика задеть по уязвимым местам, он начинает вести себя очень по-детски. Жаловаться, как в детстве папочки. Ну, например, там вы дали кому-нибудь Вовочке в бубен, а Вовочка идёт и жалуется там кому-то. Со словами меня Алёша обижает. Или маме идёт жаловаться, жене, например. Понимаете? Так вот. Или чтоб его пожалели. Он губы дует, сидит. Говорит, я больше не буду ничего делать. Всё, меня устало, меня устало. И вот мамочка бежит и Вовочку гладит. А потом все ему должны позвонить и сказать, нет, мир без тебя рухнет. Начни, начни. И он такой, я даже не знаю, чтоб его упрашивали. Ну, так сейчас не об этом. Я вам много могу рассказать, как выглядит человеческая психика. Итак, у нас есть человечек. Его главная история – это восхищение. Это, например, нарциссов. У него есть определённые механизмы. Как он будет это получать? Ну, если мы говорим про нарциссов, то это внешность. Причём он должен быть доволен сам. И он должен получать обратную связь от людей. Это определённые поведения демонстративные. Умничать. В каждой бойшке затычка. Определённая форма поведения в жизни для того, чтобы получить восхищение. Тарам-пам-пам. Вот, собственно говоря, всё. А это наше детство. В котором, собственно говоря, это у нас сформируется. Ребята, на примере нарциссического личностного расстройства понятно, как выглядят неврозы? Есть детство, в котором есть определённые какие-то, скажем так, обстоятельства, которые формируют главную идею, чего мы хотим получить. А затем формируются декомпенсаторные тактики, как я буду это получать. Что же такое невроз? Многие уже наверняка догадались, что невроз возникает тогда... Молодец, я очень рад. Невроз возникает тогда, когда современный мир... Я вам всё расскажу. Не торопитесь. Невроз возникает тогда. Лечится, не лечится. Не надо ничего лечить. Надо уравновешивать века. Мы с вами будем уравновешивать. Вы находите школу эмоционального интеллекта. Мы будем уравновешивать. Не надо лечиться. Я сегодня буду об этом говорить. Вам надо разжаться. Разожмите пружину. Вы не больны. Никто. Вам надо разжаться будет, изучив себя хорошо. Так вот. Всё. Будет у нас 10 уроков больших. Да, чат сейчас заблокирую. Я знаю, что они мешают. Они не понимают этого. Так вот. Единственное, что, Роберт, скинь ссылку на базовый курс, ребята, на всякий случай, и я заблокирую чат, чтобы продолжить. Так вот. Мы будем изучать с вами детство, декомпенсаторные стратегии, мышление и поведение и основные наши уязвимости. То есть, у нарцисса уязвимость вот. И уязвимость вот. Вот эти уязвимости будем учиться закрывать. Спасибо. Что же такое невроз? Вот это называется невротическая личность. Считайте Карен Хорни. Карен Хорни. Наши невротические... Не помню, как книжка называется. Давно уже я в руках не держал. Что-то наши внутренние конфликты или невротическая личность, по-моему. Что-то такое. Но есть книжка про внутренние конфликты, вам понравится очень. И есть книжка невротическая личность, по-моему. Вот, в общем, Карен Хорни, читайте, тетка по делу пишет, у нее Элис учился сам. Поэтому она психоаналитик, аллилуйя. И очень интересно она пишет про вот эту невротическую личность. Вот эти все модели. Читайте Карен Хорни. Невротическая личность или наши внутренние конфликты. Это ответная шайба тем людям, которые говорят, что внутренние конфликты не надо искать. Просто надо учиться этому, а не балаболить в интернете языком. Так вот, когда возникает расстройство, то есть вот это, это личность невротическая. You see? А невроза возникает тогда, когда в жизни человека, женщины, мужчины, мальчика, девочки, юноши, женщины, девушки, возникают ситуации непреодолимой силы, например, переезды, родился ребенок, муж ушел, или не ушел. В общем, что-то начинает происходить такое, на что она не может влиять, раз, и во-вторых, ее тактические задачи больше не дают ей реализацию к ее главным психологическим невротическим потребностям. И как только формируется подобная история, все сразу возникает вегетативное, простите, сначала возникает просто психологическое напряжение, которое сначала человек не чувствует. То есть, как правило, вот это напряжение, которое приходит в вегетатику, которое потом выходит в панику, это примерно 3-6 месяцев минимум должно проходить, как правило, в среднем. То есть, это не случается вчера. То есть, психика, она достаточно адаптивна, и она имеет ресурс. То есть, если у нарцисса вчера что-то там пошло не по плану, он пытается все-таки как-то получить восхищение. Но если у нарцисса случится череда коллапсов, где он больше не может получать восхищение в своих глазах или в глазах людей, и его будут удерживать длительное время в этой фрустрации, а то и депривации, у него возникнет вегетатика, затем возникнет параллельная тревога, затем возникнет бессонница, потеря аппетита, вегетативная регуляция давления вверх-вниз, сосудистый тонус, это то, что принято было называть в России вегетососудистой дистонии. Он придет к врачу, ему скажут, что у вас ВСД, потом в какой-то момент он поедет на метро куда-то, и у него вот эта вегетативная реакция возникнет, и он подумает, что это сердце, сумасшествие, потому что, если он сойдет с ума, он точно не будет от себя в восторге, и люди точно не будут восхищаться. От этой мысли сам охереет и запаникует, и начнет лечить панические атаки и искать там счастья, которого там нет и не было. Но счастья есть только те, кто зарабатывает на этом, но не больше. Вот и все. И на примере вот этой личности я могу разложить любые неврозы любого человека. Главное знать компоненты. Что сверхценное, почему сверхценное, каким образом это сверхценное получается, и что идет не так. Как знаете, сейчас говорят, что-то пошло не так. Вот неврозы, это когда что-то пошло не так в структуре и достаточно затянулось. Плюсики, кому понятно. Поэтому не все болеют неврозами, и должествование здесь ни при чем, и убеждение здесь ни при чем. Это целый комплекс обстоятельств, спасибо, это целый комплекс обстоятельств, который входит воедино, как, знаете, снаряд падает сразу в две лунки. Если вы вспомните свою первую вегетатику и свои первые паники, и вы будете это анализировать, но мы сейчас это делать не будем здесь, это на базовом курсе надо делать, вы вспомните или вспомните себя сейчас. Ну, сложно, но я не могу по-другому, я стараюсь упростить. То есть, в принципе, я хочу, чтобы вы поняли, если у вас есть напряжение, значит, это что означает? Значит, ваши адаптивные механизмы не работают. Они не дают вам удовлетворения, какого вы хотите. Что-то у вас не получается. вот это неврозы. Можно еще раз что, с самого начала, что ли? Ну, вы что? Не можно. Пересматривайте потом. Поэтому вот это проневротические структуры. Очень просто и приближенно. Мы будем говорить об этом поподробнее. Про каждый невроз будем говорить. Не спешите. Это не значит, что мы сегодня закончили. Сегодня только первый урок. Теперь переходим к эмоциям и к видению. в тему эмоции и эмоциональный интеллект. Вот это схема общих неврозов. Тут есть и ОКР, тут есть и неврастения, тут есть и истерия, тут есть и панические расстройства, тут есть генерализованное тревожное расстройство, тут есть и смешанное тревожно-депрессивное расстройства, то есть и фобические синдроматики, и астенические синдроматики. Все это будем разбирать в этой схеме.